Союз архитекторов России в нашей третьей студии. И сегодня у нас в гостях... Сейчас, давайте уже посмотрим на наших... Александр Рафаилович Асадов, архитектор, член Союза Московских архитекторов, профессор Международной Академии Архитектуры, лауреат премии Золотое Сечение и Хрустальный Дедал. Здравствуйте. Здравствуйте. И Никита Генович Шангин, почётный архитектор России, член Союза Московских архитекторов, профессор Мархи, лауреат национальной премии Хрустальный Дедал и премии Союза Архитекторов России Золотое Сечение. Добрый день. Ну что, сегодня у нас тема историческая, казалось бы. Казалось бы, точечный разговор. Точечный, да. Особенное место в Москве – гранатный переулок, архитектурное наследие Москвы. Тот самый гранатный двор, где когда-то делали вот эти разрывные ядра для пушек, и во время пожаров в 1712 году, в 1712 году, всё это таки рвануло однажды крупно. Но что там сегодня, что там сегодня? Александр Рафаилович, скажите, пожалуйста, с точки зрения архитектуры, почему это место так замечательно? С одной стороны, действительно, это, казалось бы, уникальное место, хотя я думаю, что это не менее уникальное место, чем многие улицы исторического города. Но когда мы думали, а почему же именно здесь столько разнообразных памятников архитектуры разных эпох, это всё начиналось где-то со второй половины, наверное, 16 века. И самые старые здания, по крайней мере, основы их, именно в это время заложены. Значит, представьте, середина 16 века, взята Казань, Москва уже становится крупным столичным городом, ему уже не угрожает нашествие, как в предыдущих веках. И город выходит за рамки не только Кремля, но и Китай-города, и, естественно, на этих просторных, в то ещё время просторных местах... Новая Москва, так сказать. Да, да, это было своё время, да. Тогдашняя. Новая Москва. Строятся усадьбы, причём место очень хорошее в плане местоположения, климата. Это высокий берег Москвы-реки, это большие леса, которые уходят далеко на запад. То есть это те западные леса, которые ещё до сих пор считаются лёгкими Москвы. И, естественно, усадьбы строят большие, богатые люди с большими участками, а это значит качественная, хорошая архитектура, то, что позволило им сохраниться до сих пор. Ну и потом, как часто бывает с хорошими местами, к ним притянуты взгляды многих инвесторов, постепенно что-то трансформируется, что-то реставрируется, и вот так путём наслоения многих веков собираются уникальные ансамбли, что, в общем-то, характерно для многих исторических... Смотрите, мало того, что там такой уникальный временной срез, прямо вот можно проследить историю архитектуры московской, там же ещё и по-настоящему архитектурная тема, потому что там и центральный дом архитектора... Знают архитектора, где обосновываются. Да, там именно вот ваша профессиональная вводчина... Никита Генович, скажите, пожалуйста, почему именно там всё это оказалось? Почему три разных ваших профессиональных заведения оказались на одной улице вместе? Ну, выделили для Союза архитекторов в 30-е годы особняк Лемон, архитектора Эриксона, но потом уже, так сказать, добавились, стала развиваться система, добавился Союз российских архитекторов, международные отделения, Международного Союза архитекторов в соседних зданиях. Ну, так вот исторически сложилось. Особняк Лемон, конечно, это выдающееся произведение такого романтического, романтической такой архитектурной школы конца 19-го века. Как правильно называется этот стиль, вот то, что мы видим сейчас? Трудно назвать, как бы то ни было этот стиль, потому что это ещё не модерн, но уже эклектикой не поворачивается язык это здание. Назвать настолько оно изысканно, настолько оно профессионально, настолько оно самодостаточно художественно. Никита Геннадьевич, ну тогда вот в принципе о тех зданиях, которые сейчас стоят на этом переулке, а самое, ну не знаю, самое красивое с вашей точки зрения, самое интересное с архитектурной... Самое интересное было условно особняк Лемом, конечно. А ещё, ну знаете, как сказать, если уж мы задали такую тему, если мы исследуем путешествия... Сейчас нам показывают особняк Рэг Протопоповых, это архитектор Шервуд, и это здание было построено Шервудом в конце 19-го века, но в начале 20-го было перестроено архитектором Адамовичем. Ну а это вот работа моего коллега Александра Осадова, реконструкция, на мой взгляд, очень такая выразительная вещь. Это, насколько я знаю, это особняк Зубовых Протопоповых, прошу прощения, не Протопоповых, а Леонтьевых. Ну а это то, что осталось от гранатного двора, и то, что было возвращено, возвращено к нам в начале 21-го века в результате очень удачной реставрации. Ну что там, простите, промелькнуло, это особняк Максима Горького? Особняк не Максима Горького, это дом Ребушинских, в котором в 30-е годы в золотой клетке находился пролетарский писатель. Да, знаете, как это, и вот этот, да, еще в детстве, там, поутрочется проходя, и знаешь, там томился на Горький, какой-то диссонанс был по поводу пролетарского писателя и того дома. И какое-то еще явление, там, в конюшнях, в конюшенном служебном корпусе этого особняка поселили писателя Алексея Николаевича Толстого, то есть вот графа, значит, в конюшне, а пролетарского писателя в дворец. Интересная история. Ну ладно, но чай-то они пили в одной столовой, наверное. Нет, я думаю, что чай они пили каждый в своей столовой, это не подавали, я думаю. Александр Павлович, а вот ваше, есть какие-то, ну, кроме собственной работы, что-то такое, чтобы вы, знаете, сказали, обязательно обратите внимание? Вы знаете, тут почти каждый дом заслуживает внимания, как и на многих улицах Старой Москвы, но, безусловно, внимание заслуживает удивительный фрагмент фасада, который был пристроен вот к особняку Левана, да? Да, совершенно верно. Это архитектор Буров, это 1939 год, это уникальное по красоте, по изысканности, элегантности и в то же время, ну, некому минимализму здание, которое должно было замаскировать очень большое развитие дома архитектора, потому что в особняке не было большого зала, где можно было проводить съезды Союза советских архитекторов к тому времени, вновь образованного, и когда возникла эта необходимость, был проведен конкурс среди архитекторов, выиграл архитектор Буров, у него, кстати, много известных домов, это знаменитый дом на Ленинградском проспекте с ажурными решетками, вы помните, там безумно красивые решетки, которые ограждают балконы, и он весь такой узорчатый дом, это был первый опыт, он дал импульс через лет 60-70, сейчас эти мотивы опять появляются на новостройках Москвы. Его же знаменитый дом на улице Горького, по-моему, он с росписями Фаворского, там был с графита. Так вот, архитектор Константин Буров построил вот эту замечательную аркаду из трех арок с большой плоскостью над ними, с очень красивыми, изысканными пропорциями. Дайте картинку, пожалуйста, своего монитора. Давайте посмотрим ее, да, с удовольствием. Лишний раз полюбуемся. Видите, и она, с одной стороны, она очень контрастная к особняку, то есть, казалось бы, очень большой контраст между изысканно прорисованной филигранной архитектурой слева и большими плоскостями справа. Но и как всякая ручная архитектура, вот он играет этим масштабом, потому что сверху изысканно прорисованный карниз, внизу замечательно профилированные арки, плюс эмблема. Все это дает образ, неразрывно слитый со старым зданием, и в то же время очень красиво и самостоятельно. И, видите, он стал центром композиции уже будущего развития, когда справа находящийся жилой дом был надстроен выставочным залом, были перелисованы фасады уже как некое продолжение, по крайней мере, в материалах и где-то в плоскостях вот этого буровского здания. Это уже 80-е годы, архитектор Тхор. Слушайте, а как вы считаете, вот эта правая пристройка, такая совершенно в брежневском стиле, она вообще насколько там хороша? Знаете, она уместна в том плане, что она осознанно была сделана соподчиненной ярким зданием своих предшественников. То есть она тактична, она деликатна. Это основной был взгляд на работу в Центре реконструкции, когда мы новые сооружения стараемся вписывать тактично, но не выпячивать, не заявлять о себе. — Скажите, ну вот такое мнение, что Гранатный переулок — это улица архитектуры, вот а насколько это действительно уникальный? Потому что, ну, рядом с Передоньевка, там вообще эти переулки, переулки Арбата старого, Бронная и так далее. Насколько это вот прям такое? — Я бы его особо так не выделял, потому что, ну, в общем, это один из многих. Ну, хороший, конечно, переулок. Правда, в последнее время, на мой взгляд, подпорчен он. — Чем? — Ну, достаточно грубыми точечными включениями по его нечетной стороне. Не могу, так сказать, восхищаться последними. — Вы знаете, вот вы говорите, я бы не выделял, да, но в 2013 году, в 2013 году Союз Московских Архитекторов совместно с неким агентством даже выпустил отдельно карту Гранатного переулка и окрестностей, назывался она «Улицы архитектуры». — Ну, что же из этого-то? Ну, потому что там действительно Центр Московской Архитектуры, Центр Московской Архитектурной Жизни, Дом Архитекторов. Что же в этом такого? Ну, это нормально. — А вот «Архитектор», да, но то, что его переименовали обратно в Гранатный переулок из улицы Щущего, — это не обидно, вот сейчас, Архитектор? — Да нет, лично мнение это нисколько не обидно, просто уж, так сказать, было принято решение в пределах Садового кольца вернуть исторические названия. Ну, приняли решение, выполняем это решение. Я думаю, что тут никакой, так сказать, обиды и в адрес нашего великого архитектора Алексея Щущего тоже быть не может. В его честь была названа «Новая улица» в другом районе Москвы. — А где, простите? — Я точно не знаю где, но я знаю, что была названа «Новая улица». — Вот понимаете, в том-то и дело, что вот раз, и как-то Щущев куда-то... — Мне кажется, это где-то в Сен-Соне сел. — Где-то он есть, а где-то человек, который... — В Сен-Соне как был, так и есть. Его постройки радуют нас всех, начиная от Марфо-Маринской обители и кончая мы в Залеем, никуда они не делись. — Чуть-чуть подальше от микрофона будет лучше, да, звук. Скажите, ну вот, в принципе, вот такого рода переулки, они, с одной стороны, там, для прогулок, для атмосферы хороши, а вот качество... — Мы не имеем в виду сейчас, конечно, точную застройку, которую вот я сейчас прогулялся, тут виртуальную прогулку можно пройти. — Ну, геройчные, многие паски вот такие. — Ну, вот качество жилья, в том числе, вот насколько оно отвечает требованиям и что делать в связи с этим? — Что вы имеете в виду под качеством жилья? — Ну, внутри-то квартиры построенные... — Качество комфорта в этих квартирах, в этих жилых зданиях или то, как это действует на городское пространство? — Я в данном случае о квартирах, о людях, которые там живут. — Ну, там, я думаю, живут непростые люди. — Это однозначно. — Вот. Ничего не могу сказать, я в этих домах не был, поэтому про то, как там им живется, ничего не могу сказать, думаю, что им живется там неплохо. Но то, что результатами точечной застройки, самым страшным результатом точечной застройки, касающихся практически каждого жильца, является то, что уничтожается такая важнейшая вещь, как инсоляция в городе, вот это да. — Ну, Юр, там света-то и раньше, наверное, был не очень много. — Извините меня, в советское время очень жестко отслеживались все нормы инсоляции. Мы, когда работаем, проектируем, у нас все это... мы все это обязаны просчитывать, у нас есть специальные инсоляционные линейки, делаются расчеты, ни один проект не принимается без обеспечения нормы инсоляции. — А как же это все было построено, получается, с нарушением СНИПов? — Безусловно. В наше время все это не действует. В наше время, если нельзя, но очень хочется, то можно. — А, подождите, это не действует и по сей день, вы хотите сказать? — Это как раз в последние 10-15 лет перестало в реальной практике действовать, хотя формально это никто не отменял. — Да. — Но сейчас оно идет к тому, что это и формально уже будет отменено, сейчас уже ставят под вопрос пересмотр. — Ну, в конце концов, в Нью-Йорке они живут же, там окно в окно, и ничего. — Ну, это их личное дело, понимаете? Ну, в Нью-Йорке они хотят так жить, пусть так живут. У них, извините меня, у них 9 месяцев в году лета. — Понятно. А возвращаясь к архитектуре, вот лично меня каждый раз цеплял взгляд, дом вот на развилке, гранатной, из Передоньевка. Вот это вот... — Треугольная вот эта штука. — Фасад в одно окно. — Ну, в три окна. — Ну, три окна в высоту, а в ширину в одно. — Затрудняюсь. Я не историк архитектуры, не историк урбанистики, но на этот дом я всегда обращаю внимание, когда мимо меня хожу. Более того, было дело даже как-то мы в этом доме конкурс делали. Сидели там в одной квартире и делали конкурс в течение где-то примерно там двух недель, не вали, не ночевали. Ну, очень-очень симпатичный дом. Мне хотелось бы вернуться немножечко к дому архитектора. — Да, давайте. — Потому что я сказал о особняке Лемон как о лучшем доме. Я, в принципе, я его не разрываю старую часть и новую часть постройку Бурова 1939-1940 года. Я вот как мысленно это не отделяю одного от другого. И, на мой взгляд, вот это блестящий совершенно пример работы в исторической среде. То, что продемонстрировал Константин Буров еще тогда. Это сооружение, которое абсолютно самодостаточное. Вот его можно просто отдельно, так сказать, вот посмотреть и отдельно публиковать. И в контексте, рядом с этим домом, оно совершенно не противоречит, не подавляет своего соседа. И в этом смысле вот это можно приводить просто пример, как блестящий пример того, как можно и нужно работать в историческом городе. Когда возникают дискуссии, а вообще можно ли новые дома в старом, в исторической среде строить? Можно, конечно, но только вот таким вот образом. Не попирая, не расталкивая историческую среду локтями, не самоутверждаясь в этой среде, а входя в эту среду тактично, аккуратно, самодостаточно. И чем больше в данном случае архитектор себя ограничивает своей, скажем так, амбиции, но стремится создать органичную вещь для данного конкретного участка, для данной конкретного пространства, тем интереснее всегда бывает и результат. Александр Рафаилович, это ваш, в частности, проект. Расскажите, пожалуйста, о том, как создавалась вот эта история вся, и какие были трудности, насколько все это действительно удалось от первоначального замысла реализовать на сто или на сколько процентов? Видите, все называют это пристройка, она действительно выглядит как пристройка, и мы бы хотели, чтобы это была пристройка к зданию Союза Архитекторов России, но, к сожалению, пришлось выстроить вот эту всю историческую стену заново, это было одно из условий конкурса, что дом разбирается, поскольку там еще два с половиной больших подземных этажа, большая парковка, ну и Союз Архитекторов и Архитектурное сообщество Москвы верная традиция, также объявила конкурс на это место, а надо сказать, что мы к тому времени построили пристройку к школе, которая находится чуть в глубине, прям в этом же, почти в этом же владении, просто за зданием Союза Архитекторов, тоже достаточно интересное сооружение, и мы уже вот это почувствовали вкус реконструкции и вкус работы старого города, и мне кажется, вы еще какую-то свободу определенную почувствовали, потому что тут такой полет воображения чувствуется, потому что это был своеобразный, наш конкурсный проект был своеобразный итог, видимо, ну где-то десятилетия работы с реконструкцией, мы с этого начинали в Москве, и благодаря работам по реконструкции стала и мастерская известна, это было в тот момент, когда мы уже сделали здание центра разбиркома в Черкасском переулке, когда мы сделали реконструкцию комплекса здания для Тургеневской библиотеки, эти все здания до сих пор активно функционируют, стоят вот в том же виде, в каком мы выстроили, и уже вооруженные некими принципами и кредо, которое заключалось в том, что старое должно оставаться старым, и приводиться в первоначальный, максимально близкий вид к тому, как она просуществовала до нас много веков или десятилетий, неважно. Александр Рафаилович, извините, пожалуйста. Новое должно быть обязательно новым, но это должно быть такое качество нового, не примитивное, чтобы оно было достойно старого соседства, и чтобы это в результате было неким единым органичным сплавом, вот так, как говорил Никита. Вот я хотел бы добавить, что в данной работе Александра там как раз активная вот эта новая часть, она находится на заднем фасаде. Вот это очень важно, то есть та активная архитектурная пластика 21 века, она не корреспондируется, визуально не накладывается на исторический фасад. Да, переулок узкий, поэтому вот как бы рядом старый фасад. Практически на задний фасад выходит вся современная архитектура, а со стороны переулка мы видим облегченные вот эти вот воздушные стеклянные плоскости, которые не давят, не давят, не подавляют исторический фасад, который, собственно, воспринимается как главный, как наиболее ценное содержание этого объекта. Это нечто, что-то такое легкое, парящее над вот этим историческим фасадом, а основная как бы тяжелая пластика современная, она сосредоточена именно на заднем фасаде. Ну, в данном случае я вот уже, так сказать, просто автору трудно, наверное, так сказать, себя хвалить, а я в данном случае просто немножко как архитектуровец со стороны, вот просто как коллега отдаю должное этой работе. Хорошо. Александр Рафаэлович, знаете, у меня такой вопрос, ну вот вы же разобрали старый фасад, да, а потом его собирали, то есть насколько это вообще сложная работа? Вы не собирали? Александр Рафаэлович разобрал его, подчеркиваю, это уже, так сказать, некие правила игры, в которые были... Нет, я понимаю, мне просто интересно, как это происходит. Расскажу, да. Значит, в таких работах многоплановых участвуют большие коллективы, и вот эту часть работы выполняла специализированная реставрационная мастерская. То есть сначала производятся тщательные обмеры, фотофиксация, иногда даже снимаются детали старые, для того, чтобы их можно было сделать точные копии и восстановить, и поэтому уже специалистами делается восстановление максимально близкое к первоначальному, к подлиннику. Вы знаете, есть какое-то удивительное ощущение. Мы поняли, что мы все переломали, все сделали заново, но когда заходишь в маленький вестибиль союза архитекторов, полное ощущение... Это вот под этим, под крылечком, да, таким кованым? Да, под козыречком резным, ажурным, чугунным козырьком, входишь туда, полное ощущение, что ты в старых стенах. Появилась одна небольшая дверь в углу, ведущая в подземный паркинг. Вот. И, в общем, это удивительное ощущение сохраненного пространства, оно присутствует в здании, поэтому, ну, я понимаю, что очень часто идут большие дебаты и битвы за то, чтобы сохранить подлинник, ну, это действительно, как мы понимаем ценность старой мебели, и, как бы, понимаем очень условность новодела. Но иногда в городе бывают случаи, когда иными способами, ну, по разным причинам невозможно сохранить, но приходится... Ну, стало все это в деньги упирается. Все же, зачастую, конечно, для культуры, для культуры, конечно, аутентичность, антикварность объекта, она абсолютно, никакой новодел никогда не заменит подлинника. Но, к сожалению, просто архитектор в данном случае не решающая инстанция. Зачастую архитектор просто ставят перед, уже, так сказать, совершившимся фактом. Ну, вот это интересный вопрос, потому что, да, все ведь упирается не только, а может, и не столько в деньги, сколько во вкус. Как вы считаете, даже... Это не вкус, это общая культура заказчика. Общая культура, да. Общая культура власти. Не считаете ли вы, что должна быть общая культура какая-то, по крайней мере, в историческом центре? Я постоянно говорю на всех конференциях, что отношение к историческому наследию как к ценности это не есть интеллигентская блашь, это не чей-то каприз. Историческое культурное наследие и, прежде всего, архитектурное культурное наследие это национальный ресурс, который при определенных условиях, в отличие от газа и от нефти, может быть вечным. Вот есть страны, в которых власть уже это поняла. Вот попробуйте в Италии хоть что-то, хоть что-то, хоть какую-то дверь, хоть дверную ручку хоть попробуйте заменить. На вас уголовное дело тут же будет заведено. Они относятся к своему историческому наследию как к главному национальному ресурсу. Не знаю, как по Италии, но по Испании мне сами испанцы говорили, что у них 30% ежегодного национального дохода это доход от памятников архитектуры. Скажите, ну вот по поводу того, только вкратце сейчас уже нет времени вдаваться в подробности. Покажите, кстати, картинку, пожалуйста, это Тургеневская библиотека, но вид из двора этой библиотеки на здание театра, которое было построено, ну там там не было, насколько я помню, никаких исторических зданий, там была стоянка каких-то машин, еще что-то, но просто с точки зрения вписывания новых зданий, каких-то экспериментов в историческую застройку, даже не сохранения, а вписывания новых проектов. Как вы считаете, должна ли быть какая-то единая, все-таки у нас какой-то худсовет архитектурный по историческому центру? Должен быть худсовет, но я вот что хотел бы сказать, поскольку времени мало, я так вклиниваюсь уже жестко. Значит, в 80-е годы вышла в русском переводе книга немецкого урбаниста Мюллер Менкенса. Она есть в архитектурных библиотеках практически во всех. На мой взгляд, вот эта книга должна быть настольной для тех архитекторов, которые работают в исторической среде. Книга называется «Новая жизнь старых зданий», но дело в том, что ее содержание гораздо шире, чем название. По сути дела, Мюллер Менкенс суммировал и проанализировал опыт восстановления исторических городов Германии, пострадавших в ходе Второй мировой войны. И вот он сформулировал в этой книге важнейшие три, скажем так, аксиомы, три постулата, которым должен следовать архитектор, работая в исторической среде. Первое, это единство масштаба. То есть тот объект, который архитектор внедряет как пломбу, я не знаю, как фикс в исторический контекст, он должен масштабно соответствовать этому контексту. Он не должен вырываться по высоте, по ритму, по ширине, так сказать, если вот, так сказать, ритм застройки, как в Магдебургском праве, там, в три окна, домов. Это раз, масштаб. Второе, значит, пропорциональное членение и соотношение проемов и стены в этом доме, в этом новом объекте должно тоже быть примерно таким же, как в исторической застройке. И третье, это единство материала. То есть этот объект, если кругом у нас, значит, здание там кирпичное, факверковое там и так далее, то он не должен быть, это не должна быть стекляшка, в которой стекло занимает там сто процентов фасада. Вот эти три принципа, они совершенно не касаются творчества, чисто пластического творчества архитектора. Можно создавать при этом абсолютно какие угодно, так сказать, пластические авангардные решения. Так же, как мы видим, что в исторических городах там барокко соседствует со средневековьем, модерн соседствует там, значит, с эпохой возрождения и так далее. А у нас, к сожалению, стекляшки соседствуют тоже. Совсем. То-то и дело, что вот все эти органические исторические города, они потому и органичные, что вот там эти три принципа, они под корком, на стихийном уровне мастерами соблюдались. Значит, новая жизнь старых зданий, да, так называется книга? Новая жизнь старых зданий, автор Мюллер Менкес. Спасибо вам большое. К сожалению, как всегда, времени меньше, чем нашего интереса к беседе с вами. Уважаемые друзья, наши зрители, если среди ваших знакомых есть архитекторы, вы знаете, какой подарок будет главным для них. Спасибо вам большое за вот эту беседу. Я пока мы разговаривали, я пользовался случаем, гулял по гранатному переулку с помощью гугл-карты. Так вот, спасибо за эту прогулку. Александр Рафаэлович Сосадов, архитектор, член Союза московских архитекторов, профессор Международной Академии Архитектуры, лауреат премии Золотое Сечения Хрустальный Дедал. Спасибо большое. И Никита Генович Шангин, почетный архитектор России, член Союза Московских Архитекторов, профессор Мархи, лауреат Национальной Премии Хрустальный Дедал и премия Союза Архитекторов России Золотое Сечения. Спасибо вам огромное. Приходите к нам еще.